Привет, друзья! Добро пожаловать в новый эпизод моих приключений на Кольском полуострове. Меня зовут Константин. И сегодня мы с Романом, несмотря на вот такую не самую приятную погоду, выбрались на рыбалку. Роман поймал двух хариусов. Одного в дорожку, другого в заброс. У меня было шесть поклевок. Один хариус убежал из Пакрафта, второй сорвался прямо у самого Пакрафта. И четыре поклевки нереализованных. Вот. Погода нас не радует. Уже который день я сбился со счета. Пятый или шестой. Ветер, холодно. Но сегодня вот волны поменьше, поэтому мы рыбачим. Можно увидеть озеро. Довольно-таки спокойно появились какие-то просветы. Видно сопки окрестные. А до этого все было такой мороси и тумани. Вот мой Пакрафт. Я причалил в очень интересное место. Скальник такой выступающий. Камни, уходящие в воду. И туда вот гладь озера. Вот здесь на острове шикша. Мелкая, но много. Ммм, вкуснейшая. Ммм, сочная какая. Сухо было? Нигде ягоды нету. Так по мелочи находишь. Зато сейчас воды за весь месяц выпило. Наверное. И холодно. Мама. Ой. Ладно, пора на рыбалку. Я покажу, какой здесь грунт. Ходишь, проваливаешься. Рыбалка верт. Ого. Ой. О, сколько ягод. Рыбалка довольно неактивна. Мы ходим, ищем. Но посмотрим, что из этого получится. Рыбачим. Не клюет. Плывем обратно, где были поклевки хариуса. О, на тебя зевота уже напала. Рыбалка удалась. Я взял кумжу. Небольшую. Такой вот кумжа. Камера была выключена. Поэтому момент поклевки, конечно же, я не заснял. Но это первая кумжа в этом походе. Это круто. Моя первая кумжа на этой рыбалке. Такой мощный удар. Класс. Вот она. Красавица. Так. Вот такая кумжечка. Кумжа такая. Классная. Я доволен сегодняшней рыбалкой. заехал проверить окуня. Вот такие вот. нормального окуня нет. Вообще нет. Какой-то детеныш. Ну. Это какой-то детеныш окуня. Где нормальный окунь-то? Пойди и позови бабулю. Я тебя отпускаю. Бабулю зови. О. Интересно. Этот хоть побольше. Этот вроде побольше. Ну-ну-ну. Давай-давай. Не. Но этого я возьму. Потому что я хочу закоптить окуня. А. Клюют. Вообще какие-то микроокуни или вот такие. Один. Так. О. Так. Ну. Хоть такой. Хоть такой. На. Безрыбье. И такой. Окунь. Окунь. Отлично. Во. В коптилочку. Самое то. Хотелось бы, конечно, побольше. Ну. Чего есть, то есть. Так. Еще один кандидат. В коптильню. Так. Еще один в коптильню. Кандидат. Вот и закончил я рыбалку на сегодня. Итог рыбалки. Это три окуня. Двух я забрал небольших. Одного недомерка, конечно, отпустил. Совсем микроокунь был. Клюали на вертушку мэпс второго номера. Так. По Хариусу. Один Хариус у меня в мешке. Один убежал из Пакрафта. Один сорвался у Пакрафта. И было несколько поклевок в самом начале рыбалки. Ну, безрезультатно. поклевали на вертушку, которую дал мне Роман. Это что-то похожее на мэпс третьего номера желтого цвета. Не знаю название вертушки. Ну, вот что-то такое. И всю рыбалку, конечно, сделал Кумжа. Я очень доволен. Хотелось бы, конечно, побольше рыбину, но все равно классно. клюнуло на Blue Fox пятого номера с огромным одинарником. 3.0, по-моему, там стоит у меня. Вот такая рыбалка на сегодня. Знаю, что у Романа есть, наверное, три, там, четыре Хариуса. Может быть, он еще что-то поймал. Один Хариус очень хорошего размера, остальные такие средненькие. Вот такая рыбалка. Погода нас не радует. Опять все заволокло. Опять ветер раздувает волну. Пятый или шестой уже день такой непогоды. Я и не помню. Это, конечно, обидно. На окуневом Эльдорадо никаких окуней. Вот такая она рыбалка на Кольском полуострове. Увидимся в лагере. Будем сейчас готовить рыбу жутко голодные. Пернатый друг ждет с рыбалки. Птеродактиль зоркий глаз, я его называю. Он находит все кусочки рыбы, которые мы оставляем ему на берегу после разделки. Вот мы сегодняшний хариус, кумжа и два окуня. Пока я чистил свою рыбу, аромат уже готовит. Что жаришь? Щучья, киша, ну, в общем, ребра. Всякую щуку. Всякую щуку. Будем есть щуку. Класс. жареная щука готова. О, какая аппетитная щука. Давай ее есть. Давай. уже такой сразу. Дровишек подбросить надо. Ну, так его подсобрать и покажаем. горячо. Ага. Ну, вкусно. Горячо. Вкусно, Ммм. Ммм. Така щука. Все. Щука съедет. Хожу, собираю дрова и увидел здесь вниз по склону гриб. Вот. Тут подосин он. Первый подосин. Вот. Хе-хе. Это первый гриб, который здесь я нашел в этом году. Опа. Но он, скорее всего, весь червилый. Сейчас я его проверю. Но, скорее всего, червилый. ножка целая. Шляпка. Шляпка червивая. Вон они. О! Вот они. Червяки. Жрут гриб. сволочи. Нашел первый гриб. Но червивый. Так что пока грибов нам жареных не видать. Но хорошо хоть один. Один есть. Найден. Значит, надо искать их. Искать. Рыба не клюет, ищем грибы. Завариваем чай с морожкой. Почти не пахнет. Да? Ну да. Что-то кисленькое такое. Надо на вкус попробовать. На вкус. Отдает морожечка. Чуть-чуть. Надо подольше стоять. Постоял. Ну да. Ягодки какие-то такие. Ягодки есть. делаю кумжу горячего копчения. Ночной ремонт рыболовных снастей. Твоя скорость увеличивается. Да это просто пусть думают, что это ускоренная съемка. Готово. А вот кумжа. Вот она. Я шкулю поймал. Шкулю поймал. Нормально? Идеально. 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 около 20 моря процrus процтрBERT максим regard белое 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 Привет, друзья! Добро пожаловать в новый эпизод рыболовных приключений на Кольском полуострове. Меня зовут Константин и сегодня одиннадцатый день нашего нахождения на озере Роман готовит завтрак. Привет! Будем есть бутерброды с кумжей. Я пью кофе и готовимся выходить на озеро и ловить кумжу. Кумжу. Две. Тебе надо пять. Я помню. Ладно, три. Хотя бы три. По две. Три по две. Ну хорошо. В общем, три по две. Будем искать. Погода вроде сегодня более-менее. Дождя нет. Немножко потеплело. Четырнадцать градусов. Даже почти пятнадцать уже. Зоркий глаз на своем посту ждет рыбу. Вот так вот он тут разобрал щуку. Тут у него кормное место. Солнце немного выглянуло. Птички летают. Погода сегодня радует. Так что мы сейчас завтракаем и на рыбалку. Увидимся на воде. Наш завтрак. Приятного аппетита. Ой, тебе тоже приятно. С таким бутербродом. Приятно. Ммм. Вкусно. Волны совсем нет, смотри-ка. Надо быстренько ездить на рыбалку. Адвики. Так что у нас такой быстрый завтрак. Сошла. Плывал за Хариусом. Заодно троллю. Уже упустил одну кумжу у самого Пакрафта. Сегодня видно горы. Вот хибины впереди. Но облака еще низкие, за них цепляются. И погода никак не хочет становиться солнечной. Похоже, первый Хариус сегодня. Ой. Что-то как-то бодренько вон. Хариус ли это? Нет, это не Хариус. Это, наверное, окунь. Точно. Такой. Хорошенький. О, вот это окушарик. Это класс. Давно я их не ловил больших. Все, какие-то малыши попадались. О, вот это окунь. Посмотрите, какой красавчик. Полкило, наверное, в нем точно есть. Класс. Окунек хороший. Так. Ну и где? Еще раз. Вот такой красавчик. Здоровый окунь. Первая рыба сегодня. Классно. Друзья, вы часто задаете мне вопрос про приманки. Буду рассказывать подробнее. Окунь взял вот на такую двойную вертушку. Это Бантер Мартин. Я не знаю, продаются они сейчас или нет. Это у меня старая коллекция вертушек. Ну, вообще, у меня много всяких разных старых блесен, которых сейчас вы и не найти. Вот это получается, тут написано, троечка. Это две блесны, трехграммовые, на одной оси. Желтый цвет, лепестка и красный сердечник. Вот такой красавчик окунь. Опять окунь, что ли? Это второй. Хариуса пока нет. Здравствуйте, прием. Я наконец вымучил одного Хариуса. Рома, прием. У меня второй окунь. Хариусов нет. Сильно, прием. О, где он там? Главное, чтобы не надо мной пролетел. Вот еще один красавчик. Ушел в облака. Опа. Первый Хариус за сегодня у меня. Опа. Ох, как заглотил-то. Вот такой Хариус зок попался. Небольшой. Но в пределах правил Хариуса нет у нас. Поэтому возьмем он больше 25 сантиметров. Еще один малыш. Вот такой. И это стратегическая авиация. Ту. Вертушка летит. А я меняю блесны. Думаю поставить вот такую вертушечку. У меня есть еще, которую мне Роман дал. Запасная. Большого размерчика. Большого размера. Вот тройка. И четверка еще есть. Вот. Роман выдал мне две блесны. Но я пока, наверное, поставлю вот эту. Или... Или все-таки поставлю ту, которую он мне дал. Вот эту. Побольше что-нибудь. А все свои трешки. И четверки я оставил дома. Собирайтесь, ребята. Внимательнее. И не забывайте свои приманки. А вертушка здесь, наверное, одна из самых главных блесен. Колебалка тоже работает, но не всегда. А вот вертушка. Это основная блесна. При ловле хориуса на озере. Вот желудок хориуса. Вот если его вспороть. Тут там какие-то... Похоже на мрачка бокоплава какого-то. Маленькие такие, да, вот. Типа такие микрокреветки какие-то. О! Я первый раз у него такого вижу. В основном все черным забито. А тут... Типа мармыш такой бокоплав. Этим хориус питается. Времени... 15-40. А я только завтракал сегодня бутербродом. И кофе. Очень есть хочется. Вот я решил... Быстро съесть... Хориуса. Зоркий глаз следует за мной по пятам. Привет, зоркий глаз. Птеродактиль, а? Следит, где не остановишься. Все ему еду давай. Сам лови. А вы знаете, я его сделаю иногда с розмарином. Я еще такого не делал. Немножко розмаринчиком. Опа. Так. Все. Жарить. И добавляю хориуса. Ооо. Ооо. Еще немножко масла. Рыба свежая, поэтому ее выгибает. Надо прижимать. Первые минуты пожарки. Погода отличная. Просто замечательно. После семи, наверное, дней штормового такого ненастья сегодня просто великолепная погода. Класс. А нам осталось-то совсем три дня здесь, на озере. И на четвертый день мы будем выходить. Половина нашего похода прошла на берегу под дождем и сильным ветром. Такое тоже бывает. Хотя июль месяц, да, лето. Но температура 10 градусов и ничего ты не можешь поделать. Сильный ветер не выпускает тебя. на берега в озеро. Немного соли. Хариус очень нежный. И только что выловленный, он всегда разваливается. Хариус очень нежная. Вкусная рыба. Ой, как хорошо-то. В костей только одни ребра и хребет. Ой, горячие. Вкусные. Я такой голодный, наверное. Все к самому же. Зажарочка. Кожа поджарилась. Размаринчик. Я бы ел руками, но очень горячая. А хочется сразу. Горячо. Невкусно. Очень вкусно. Хочется и даже еще, наверное. Надо ловить больше хариуса. На берегу не оставляем. Может быть и мишка. А вот зоркий глаз. Это доест. Увидишь же наверняка. Хвостик поджарился. Пожаренный хвостик. Все любят жареные хвостики. Просто бесподобная вкуснятина. Если у вас есть возможность пожарить хариуса сразу, как его поймали, обязательно это сделайте. Зажарочка. Все. Маловато. Но очень вкусно. Класс. Парить сверху. Полетел на обед, да? Зоркий глаз. Хитрец какой, а? Сам ничего ловить не хочет. У зоркого глаза появился конкурент. Ну, правильно так его. Ооо. Ничего не пропадает. Все. Сейчас он там соберет все кусочки. Ооо, какой сильный окунь-то, а? Пакрафт по кругу крутит. Вот не очень большой. Не, такой приятный. Приятный. Ну, вот опять окунь вылез. Кто его не было, погода испортилась. А сейчас вот он опять. Опа. Ну-ну-ну-ну-ну. Ты давай аккуратно тут. О, вот зажирал. Туда, прямо у... Прямо в гланды. Да. Маленькая операция. Ну, а так, конечно, симпатичный окунек. Блесна третьего номера. Желтенькая. А-ля мэпс. Аглия. Наверное, что-то такое. Непонятно чего это. Первые забросы на предмет поиска крупной рыбы. Вдоль вот тут травинки торчат из воды. Значит, здесь свал в глубину. Еще и с травой. Эхолот показывает 4 метра подо мной. А туда, наверное, 3. Будет. Может быть, и меньше. Вот так. Между травой на дно. Есть. И проверяю. Да, там травка. Вот я ее зацепил. О. Блин, поклевка была. Зараза. Да, была поклевка. Прям после того, как траву продернул, была поклевка. Как обычно. Скорее всего, щука. Так. На дно. И между травой. Неужели... О, есть. Блин. Такой удар был хороший. О, второй. Есть. Щучина. Щучина. Точно щучина. Это щучина. Они здесь злые. Динозавры. О. Придется погулять с ней. Да, щука. Я ее вижу. О. Так, еще ослаблю фрикциончик. Вот она. Не очень большая. Ах ты. Ну, иди сюда. Иди сюда. А, охрана. Так, еще ослаблю. Давно я тебя ищу. Который день уже? Иди сюда. Есть. В прямом эфире, как говорится. Нашел травку, нашел свал. И вот щука. Не очень большая. Но класс. А, поводок-то у меня. А, поводок-то у меня. Флюрокарбоновый. Кому же ловлю. Так, ребят, я забираю щуку, поэтому я ее достаю вот таким образом уже. Умерщвленную. Чтобы она мне ничего тут в покрафте не пробила. В общем, кому не нравится, ставьте пальцы вниз. Кто одобряет, палец вверх. Так. Теперь можно и достать. Добавлю сейчас еще. Все. Ну, чтобы рыба не мучилась, и чтобы я тут ничего не повредил. Ого. Вон где крючок. Можно увидеть. Так, у меня есть цеплялка. Вот такая. О. Вот и все. Такая вот щучина. Ну, такая двушечка. Хорошая. Хорошая рыба. Класс. Я тут уже два часа ловлю щуку. Перепробовал все свои блесны, колебалки, вертушки. Поставил первую вертушку, на которую поймал. Она не клюет. Вообще. Плаваю тут среди подводной капусты, на свале. Ну, вообще никаких намеков на поклевку даже. Жаль. А я надеялся, тут по дубасе чищук. Не получилось. Роман чистит рыбу. Харюзей целый мешок надубасил. О. О. Летают наши птеродактилы местные. Вот. Щука лежит разделана. Ох, яйца пугнуло. Ушли. Вон они. Что ты там вырезаешь? Как гласит народная мудрость, дурная голова рукам покоя не дает. Что-то круглое. Глаз там видать. И дырявая. Что это за народное творчество? Что это за народное творчество? Пока неизвестно. Так, горчица. Это вдоль или поперек? Поперек. Теперь буду. Повдоль. Потом по диагонали. Потом сожду. Что-то незаметно, что ты ее пилил. Тэнс, тэнс. А, сучки. Тэнс. Тэнс. Вот этот. Еще остался. Назад. На десерт осталось. От комаров. Запястье. Распитни от комаров. Не прокусят точно. О-о-о-о. Красиво. Все, дезинфекция завершена. Ох ты, черненькая теперь. Прикольно. Прикольно. Что-то лишнее. Давай я это слию. Ну, ешь. Вот, чтобы не мешало. Это все равно твое. Просто оно мешает тебе. Понимаешь? Я вижу, ты хочешь делать красиво. А оно мешает, но очень сильно. Вот. Вымогает. Сегодня у нас буррито с комжей. Для горячего копчения. А это моя порция. Кумжа. Это кумжа. Она даже в бури так умерла. Ммм. Уже как вкусненько-то, а. Смотри, как пламя от нее. Да. Шурует. Там как в топке. Все такое, ух. Раскаленная. В медdockе. Ну. Раскаленная.